Меня зовут Леся Рожкова. Так, пишите мне, пожалуйста, кто вы, откуда, слышно меня, не слышно, и я буду начинать рассказывать о себе немножко и о том, о чем мы собирались с вами поговорить. Если честно, я впервые на таком мероприятии, никогда не проводила семинары, никогда не участвовала в таких конференциях. У меня сегодня первый опыт, поэтому, извините, если вдруг что-то не так, учусь на ходу. Все мы учимся. Так, меня говорят, что вроде бы слышно и видно хорошо. Еще раз представлюсь я, Леся Рожкова, педагог по раннему музыкальному развитию, автор проектов в Днепре, фикмоция, это концерты для детей, для маленьких детей, совсем маленьких, от годика. Музыкальная азбука, это тоже детские занятия музыкальные. Харьков, привет. О, Львов, мы на татах из Львова. Так как у нас русскоязычный город, вы меня извините, я буду рассказывать сегодня по-русски, так как и училась в школе русскоязычной, и в консерватории, когда мы учились. Кстати, мы с Олечкой вместе учились шосток в консерватории, то все было по-русски, поэтому для меня просто это привычка, если можно так. Хотя я преподаю по-украински, у меня есть частный садик, если у меня детский где, я преподаю по-украински, мы, конечно, зайпоем украинскую мову, и витаемо, все песни вставаем украинскую мову. Мовы, ну, та там, мы на штате Львова, а Лея порывшись, и в Днепре все говорите русскоязычную. Пошу менять. Так, Житомирская область, привет, всем привет. Еще о себе, вот окончила с Олечкой консерваторию, киевскую аспирантуру, и переехала к себе на родину в Днепр. Я и Кипра, и продолжаю здесь свои деятельности. Сегодня 8-9, 9 лет, сегодня 8 мая, 9 лет со дня рождения нашего первого проекта «Эффект Моцарта». Как он появился? Он спонтанно появился, они говорят, что спонтанно. Все мои проекты появлялись с появлением моих детей. У меня трое детей, и все практически знания, полученные и опыты, это благословим детям. Я на них тренировалась, если можно так сказать. Поэтому вот с первым сыном, у меня первый сын, мы когда переехали в Днефр, и стала просто развивать, вот все вот эти развивашки, все, куда можно только пойти, мы, конечно, пришли, прямо аж с 7 месяцев, мамочка чуть-чуть, да. Тогда я еще не знала, что это, может быть, не нужно так делать, но пошла. Но в итоге было много-много развивашек разных, не хотелось бы музыкальных. Музыкальных, каких я бы видела, как я это бы видела, да, я не нашла. И если мы ходили в детские клубы разные, там в основном или все железного. Куда бы мы ни пришли, везде железного. Она немножко так уже стала напрягать, потому что она была везде. И после этого начала я задумываться, так, что делать, где искать материал, что делать, куда бежать. И концерты. Нам хотелось с мужем, у меня муж музыкант, тоже кларнетист. Мы хотели продолжать концертировать, нам хотелось что-то играть и выступать. И мы сделали первый концерт Эффект Моцарта. Это был для взрослых, там был терапевтический концерт. И на нем была пара с маленьким ребенком. Это было в художественном музее. И ребенок так, из одного зала, там было три зала, трех снежных. Он так гасал, из одного в другое, в третье, из одного в другое, в третье. И все шоу, нельзя бегать, никуда не бежите. Бежать нельзя, и бегать нельзя, и ничего нельзя, это музей. И после этого мы задумались, а почему нельзя, ребенок так воспринимает. Это его восприятие, естественное восприятие музыки. И после этого второй концерт наш был конкретно детский. Для детей, для их естественного восприятия. Мы готовили реквизиты, мы готовили всякие-всякие интерактивы, у нас интерактивные, интерактивы, чтобы было интересно детям в первую очередь, взрослым так интересно. Вот, поэтому с детьми у меня опыт на своих детях получился. То есть, куда повезти, некуда, значит, что делать самим. И каждый новый проект, это девиз нас с мужем, а давай попробуем. Поэтому вас всех вызываю. Не бойтесь начинать, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь сочинять, придумывать. И пробуйте, а давайте попробуем. И каждый раз вот что-то приходит новое, какая-то приходит новая идея, или где-то, смотрю, кто-то, ой, так здорово. А надо бы вот как-то вот если еще переделать, а тут добавить это. И еще один новый проект. Появился проект вот с музыкальной азбукой. Потому что, приходя на концерты детские, многие мамочки спрашивали, так это концерты или занятия? Они думали, что это занятие, насколько это было так и познавательно, и, с другой стороны, так увлекательно. И они говорили, это занятие. Я говорю, нет, это концерты. Пришлось делать занятие. Так появился проект музыкальной азбуки. Где мы с детками интерактивничали только уже на музыкальную тему во всех отношениях. И слушали, и пели, и топали, и хлопали. Ну, в общем, все, что может, все, что касалось музыки и музыкальной развития. Потом стало мне мало материала. Мало материала я искала, покупала, но все равно мало. У меня были дети, на которых мне хотелось что-то испробовать конкретно под них. Так пришла идея сочинять. Я начала сочинять. Сочиняла такие элементарные, маленькие, коротенькие песенки-минутки. Например, приветственная песенка. Дети очень любят реквизит. Дети очень любят, чтобы происходило действие от имени какого-то героя. Например, у нас, допустим, была песенка с маракканом. Мы сделали маракканом, такой огромный лягушонок, который мы им просто передавали по кругу. И таким образом дети и знакомились друг с дружкой. То есть был контакт непосредственно друг с дружкой и через лягушонка и со мной. То есть вы знаете, что дети все и все любят в игровой форме и очень любят смену деятельности. Поэтому и все реквизиты, и вся смена деятельности происходила часто, быстро. Взялся реквизит, брала что-то другое, например, другие мараккасы. Все реквизиты делаю практически сама. Нет, конечно же, я и покупаю очень много. И что-то ломается. Вот, например, этот мараккас, это был обычный мараккас. Только как обычно дети, знаете, да, как мараккасы, они играют вот так. И очень сильно. Поэтому они разбивают, боже, с пылью, но... Концертов нет, пять недель, да, с пылью припали. Вот. И разбились мараккасы. Сделали цветочки. То есть все, что у вас ломается, это еще не конец. Дальше можно доброго дня. Пишите. Дитки, вы, мне очень интересно. О, сколько вас, сколько вас, сколько вас. Я не встигаю все читать. Давайте я еще буду запрещать. Вы там в кинсти, знаете, запутаете. Пока продолжаю дальше. Вот так начались занятия. Занятия продолжались, продолжались. И вышел третий. Родился новый проект. Третий музык. Это сказки «Бабубики» и «Кота-кларметы». Это вот, кто уже видел в фейсбуке, вот такая, сейчас отвлечу, вот такая коробочка, я позже еще расскажу о ней, с карточками, многоразового такого использования, то есть карточки, на которых можно вытирать, писать и вытирать. Все очень быстро, просто и доступно. Почему родилась идея с карточками? На концерты. Все приходили на концерты, потом приходили на занятия, они говорили, мы тоже хотим стать артистом, мы тоже хотим, такой артистический был у них запал, и они хотели побыть артистом. Ну, может помните, как Таниславский сначала давал скрипку, они выходили, малышня эта выходила, им просто хлопали, они кланялись и уходили. И это главное начало, то есть артиста, юного артиста привлечь, завлечь и дать им понять, что он уже артист, уже все классно, они очень нравятся, нормально. Главное поклониться, классно. И вот с этого мы и начали, что дети брали или микрофон, или подкрытили к инструменту, красиво садились, сыграли один нот в концерте, мы где хлопали, и они уходили. Ну, одной нотой не обошлось, я подумала, что делать такого, чтобы им было интересно, доступно и действительно доступно и интересно, этого достаточно. И тогда придумывались песенки на одну нотку. На одну нотку, вот, например, у нас про нотку до, из тех же карточек, да? У нас про нотку до такие есть сказки, где сначала рассказывается немножко о нотке до. Нотка до, как на скамейке, на добавочной линейке, на каждую нотку геолокация своя, там-то и там-то. Они уже в стихах знают все расположения нот, это где-то вот с двух-трех лет, два-три-четыре года. Тут кто-то рассказывает, нотка до, как на скамейке, на добавочной линейке. Вот. И потом эти артисты юные эту нотку играют. Но что такое нота? Такая абстракция для детей. Это просто космос летает, наверное. Так как у меня муж любит котов, у нас постоянно тема кошачья была всегда. И поэтому надо было придумать каких-то героев, от имени которых проводились бы вот эти концерты. И так появился кот-клорнет и баба-бинка. Кот-клорнет, понятно, муж-кот-клорнет. И вот кот, который оставлял следы, отсвечивает кот, следы оставлял, и это были нотки. Маленькие следы, черненькие, это, понятно, четвертные нотки. Большие следы, белые, это половина. Для этого возраста, два-три-четыре года, головой не надо их грузить никакими. Доброго дня. Не надо их грузить никакими длительностями, никакой теории. И они таким образом получали теорию, играя в теорию. И дальше они начинали учить нотки с помощью следов, кот-клорнета. А потом уже там мы в течение месяца где-то учим одну нотку. Сначала выучили сказку, потом простучали, прохлопали ритм этой песенки, простучали к наклавицам, потом включили, я еще сделала фонограмму, сделали все это под фонограмму. А потом уже, в конце, когда им уже все это знакомо, следы им знакомы, я ставлю по аналогии две карточки с настоящими нотами. И тогда они запросто, для них нет никакой сложности, что такое нам. Ну вот уже они черненькие, такие же, как следы черненькие. И таким образом начала я подбирать в свои уроки вот такие обучения нотки. Но это было как элемент занятий в музыкальной азбуке. Элемент, потому что, ну, понятно, что они сильно быстро устают. Где-то минуты там 5-10 максимум, в зависимости от того, сколько я сейчас заняту в группе, они это все сомневаются. Сейчас, в данный момент, да, онлайн, все перешло на онлайн, мы такие продолжаем. У многих мам, они пишут, что нет, у кого есть карточки дома, говорят, что нет инструмента. Сами мамы выкручиваются таким образом. Они ставят приложение на телефон, там, где портепиано. И детки играют одну нотку прямо на телефоне, находят ее, играют прямо на телефоне. Ну, все выкручиваются и могут. Поэтому и респект мамам, что они не опускают руки и продолжают обучение. По поводу онлайн-уроков. Очень много скашивали вот даже моих коллег в Днепре, как и что, и не могут перейти на онлайн, не могут перестроиться даже, не то, что перейти, перестроиться мозгами, что ли, да, на онлайн. Так как это требует очень большого переключения, что ли, да. То есть и так, на таких занятиях нужно очень быстро думать, двигаться и переключаться. А в онлайн-формате еще быстрее нужно все менять, смену деятельности. Плюс то, что дети по ту сторону экрана, нет этого вот этого контакта, да. Этот контакт, вот лично я, да, вот как на опыте, я его придумываю с помощью, опять-таки, стишков каких-то, каких-то пальчиковых разминочек. Ну, вот, например, у нас улитка, была тема улиток. Сказала я что-то, какой-то стишок про улитку. Ну, не нашла такого ничего доступного. И плюс у меня еще детки такого возраста, когда они не могли, ну, вот мы на занятиях всегда играли с ними, они не могли сделать замочек. И у нас промазывание то так, то так, нам же как-то столько, но не замочек. И я пошла от обратного. Я думаю, так, мне нужен замочек, и мне нужен какой-то контакт с зрителем по ту сторону экрана. И придумала такую пальчиковую разминочку, вот, про улитку. И мы показываем, то есть я им показываю вот так, посмотрите, какая у нас длинная-длинная дорожка. И у нас улитка дома скучает на карантине, правда, ей грустно, она в домике грустит, скучает. Так хочется всеми подружиться и поздороваться. Давайте мы с ней подружим. Берем так с ними ладошку, такая еще ладошка, если у кранты получат, то длинная-длинная так делала. И у нас ползет улитка. Улитка, улитка ползет по дорожке. А мы же хотим подружиться с улиткой, правда? Мы вот так, ладошка, возьму я улитку и спрячу в ладошках. И мы смотрим, есть улитка или нет, мы там глядываются. И потом вот этот наш замочек. Давайте дружить, говорит улитка, в доме грустно немножко. Ну, карантин же, понимаете? Умоляю всех, давайте дружить. И они так стараются, детям там сжимают пальчики. Давайте дружить, в доме грустно немножко. Нам скажет улитка и выставит рожки. И они вот так выставляют пальчики, и мы к камере вот так приближаемся. И так, привет, привет. И мы взрываемся рожками. И детям такой, как кайф, они так кайфуют. Они подводят вот эти пальчики к экрану, и мы контактируем. Это на самом деле так сближает. У них такой восторг, и я вижу, как они стараются. Вот, естественно, мы ручку меняем. То есть идем по этой ручке и снова, снова. Контактируем. Вот. И после этого как-то уже заводится занятие. Все, контакт есть. Все нормально. Еще один момент хотела с вами поделиться. Вначале, когда онлайн проходили уроки, я тоже не знала ни что делать, ни как делать. Мне сказали, вроде там зумом пользуются. Скачала зум. Зум скачала на телефон. И как обычно, давайте попробуем, да, из этой серии. Я говорю своим студентам, группам, говорю, давайте будем пробовать, а там будем регулировать по ходу действия. Все поддержали нецеледши сидят дома, две недели просидели. Я молчу, но я как бы думаю, что сейчас все быстро закончится, и мы все продолжим. И беру с телефона, ставлю телефон, провожу урок. Но когда мне нужно показать какие-то демонстративные материалы, включить песню, включить видео, ну, тоже в процессе, да, потанцевать, я подношу телефон к компьютеру и показываю на компьютере. Это было ужасно. Ну, то есть первый раз это было нечто. То есть с телефона смотреть на компьютер. Мне потом одна мамочка говорит, а я провожу английский, я вам сейчас покажу, ну, почковал. И вы можете сервировать непосредственно все материалы через компьютер. Я устанавливаю все на компьютер. И с компьютера провожу, и все материалы показываю, и аналог, и видео. Ой, улица. Дякую. Все-все отлично заходит с компьютера. Причем, если нужна какая-то двигательная активность, что я делаю? Лайфхак. Лайфхак. У меня сзади, ну, я сейчас не поверну, установила лампу, она, боюсь, рухнет. У меня чуть-чуть сзади и левее, и левее, неважно. Стоит большое зеркало. То есть когда я провожу занятия вблизи, все видят мое лицо, все мы делаем, пальчики все видно. Когда нужно делать какое-то движение, там, потанцевать, попрыгать, да. То есть мы, немножко я отхожу, но меня все равно видно не в полный рост, потому что вот горизонтальное расположение. Но я смотрю, чтобы я попадала в отражение зеркала, которое у меня чуть-чуть сзади и сбоку. И таким образом меня видно и там, и тут. Да, как просто кмашина. Меня и тут, и там показывают. И дети видят меня в полный рост в зеркале. Что я делаю, как я ноги поднимаю, как я марширую, как все вот это происходит. Они видят и так, и так. То есть на экране двойное изображение дабл. И это очень помогает. То есть мне не нужно отходить сильно далеко. То есть я так краем глаза, ну и глядя на экран. Я словила вот это свое положение, уже знаю свою точку. Поэтому у кого есть зеркало, воспользуйтесь им. А так, как во время занятия это происходит постоянно. Дети, вот если честно, по опыту двухлетки у меня, кто ходит на онлайн занятия, кто не ходит. Мамы не могут поймать их настроение. Они то хотят, то не хотят. Но это всегда, это и живут, так сказать, на занятиях происходило. Магнитные бури, не магнитные бури, без настроения, не выспался. Все что угодно может быть. Я говорю, не трогайте их. Вы можете включить, подключиться в зону и оставить. Не нужно заставить. Понятно, что с двухлетками мамы занимаются вместе с детками. Ну как бы помогают, там и пальчики, и что-то поделать. А она говорит, он ничего не хочет делать, ее не надо. Просто оставьте. Когда будет смена какая-то детям, он может не хотеть что-то одно. А когда будет какая-то смена деятельности, раз, заглядывая из-за экрана, такой, ага, что-то тут интересно. Смотрю, уже плечико пошло. Смотрю, уже такая активность проявляется. О, он даже может лежа петь песню. Я вижу, кстати, про вижу, я тебе сейчас расскажу, почему вижу, не слышу. Он может лежа петь песню. Я вижу, что он это делает, и пусть он делает это лежа. Но не заставлять, и ничего, не надо его там поддергивать, подправлять. Пусть делает, как хочет, вот на голове. Важен сам процесс, не отвыкнуть. Ну что двухлеткам нужно? Им нужно поактивничать, им нужно спеть какую-то песню даже лежа. Там зы, 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 стало скучно без козы, да, вот эти все логопедические песенки мы поем. Хоть стоя на голове лежу. Почему я говорю, смотрю и вижу? Я по, так сказать, по первым, когда начинала заниматься онлайн, первые занятия были, это такой трэш был. Один сказал, второй повторил, привет, сказал третий. А у меня сегодня, и начинается, да, там на пять минут. И мы договорились, так, ребята, мы здороваемся. Ну это уже так, постарше, там, три-четыре года, три-четыре-пять. Ну с двухлетками попроще, они не столько разнаборчивые. Вот, и дети, когда в начале, мы все поздоровались, еще до музыкального приветствия. Просто поздоровались, привет, сказали, как дела. Все новости рассказали, причем быстро так жато. И я говорю, сейчас я отключаю звук, чтобы вы друг к дружке не мешали. Вы будете слышать меня, а я буду видеть, как ваши ротики открываются, вы будете делать красиво. Вот, и они тогда, я говорю, и потом по телевизору вас будут показывать, а я ставлю на запись в зум. И потом, если, ну, мамы просят, высылаю запись. Или мамы сами снимают со стороны, как ребенок занимается, и я прошу маму, вы покажите, как у него здорово получается со стороны снимать. Многие мамы это выкладывают, это в соцсети. То есть такие одушевленные, вот, он занимается онлайн. Вот, так я к чему говорю? Я предупреждаю всех. Все, а теперь, внимание, я выключаю звук. Если что-то случится, я говорю, вы мне показываете, ничего нет, или нет, ничего нет. Вот, каким-то образом мне жестикулируете, вдруг что-то не то. Ну, бывает, там, зависло. Но это редко, кстати, зависает в зуме. Должен быть просто хороший провайдер. И тогда будет скорость интернета хорошая, зависать не будет. У меня пару раз свет выключался, вот это проблема. Пока он не включился, я не могла продолжать, у меня был интернет. Так вот, а когда все класс, показывайте, класс, все супер. И после каждой какой-то активности. Я говорю, ну что, получилось? Они говорят, да, типа, получилось. То есть, у нас язык жестов, у нас язык вот такой, всего чего только можно, там, жестикулирование, улыбки, все классно. Вот, и почему, например, дети, вот сейчас им даже очень понравилось онлайн выходить. Они ждут, а нам мамы мне пишут. Вот, мы уже соскучились, не можем дождаться, давайте смотреть. Кстати, да, скоро у меня тоже. Так вот, нужно переключаться очень часто. И этот принцип можно делать онлайн. Это не представляет никакой сложности. Попробуйте, начните, у кого еще нет опыта, пробуйте, начинайте. Смены деятельности. И основной, может быть, момент, вот, что нужно даже сейчас более, больше, да, в более степени большей, нужно быть большим ребенком. Такая сорокалетняя девочка превращается в девочку и начинает чудить, можно сказать. Почему? Потому что дети любят все вот эти эмоции, там, все что угодно. То есть пробежала, пролетела, ой, муха пролетела, сейчас она мне там съест или что еще. Они уже все, все настроение, да, что, а может, что-то такое. Но я вижу, что они начинают что-то мне говорить. А теперь муха мне сказала, что нужно сделать это. А ну-ка, давайте, а то она сейчас смотрит, смотрит и будет наблюдать, и кого, кто не сделает, там, что-то сделать. Ну, неважно, сочиняю на ходу, вот, такое, импризация полная. Поэтому будьте детьми во время занятий, будьте просто велико-возрастными детьми. Да, я иногда так, так, на себе ловила взгляды родителей, когда еще офлайн, так же, у меня тут там всплывающие какие-то окна, и, надеюсь, вам они не мешают. Когда он офлайн-урок, я же не стесняюсь, там, не могу одеть эту шапку, там, зайца, и все на пароводе, и все едем. Иногда смотрим, мамы такие смотрят, так же происходит. Все нормально, мы просто должны быть немножко детьми и превращаться. И я их призываю, ребенок не занимается, потому что вы не отпускайте его. Вы очень строгое. Не расслабьтесь, получайте удовольствие. Чего бы не спеть или там станцевать эту песню вместе с ребенком? Почему бы нет? Превратитесь немножко в дитя. Множко, вот, вспомните детство. Это же вам было бы интересно. Вот представьте, что вы пятилетний ребенок, отключите чуть-чуть взрослого. Вот, поэтому на занятиях я отключаю взрослого. Не, ну, конечно, тут надо знать меру. Иногда они видят свой, так сказать, доступ, да, как говорится, и начинают садиться на шее. Ну, тогда я включаю старшего брата. Так, я не поняла. Ну, не так, конечно. Но, опять, импровизируем по ходу. Дистанция, конечно, должна быть между старшим братом и младшим. Но ребенок должен быть и заряжаться, и заряжаться, заряжать его, и заряжаться от него. У нас постоянно идет вот такой обмен энергии. Я могу как-то эмоционально среагировать на что-то. И тут постоянно, кстати, импровизация. Что-то вижу, что кто-то что-то поет, так старается, рот отрыл, аж чуть ли не там что-то упало у него, так старался. Я говорю, там, Ваня, у тебя аж барабан свалился, я говорю, ты так классно пел. Он такой раз, оживился, а, классно, классно, и классно спел. А он начинает класс. Вот, то есть постоянно приободриться, постоянно как-то импровизировать, я не знаю. Это происходит постоянно. И за счет вот такой энергии, энергетики, я не знаю, я не устаю. Не, я устаю, просто потом уже такая сижу, что-то мне уже не хочется скакать. Но нет такое, что там выгоревшее, да, там многие говорят, вот я выгорев, мне интересно, правда. А ты проводишь как педагога, как ребенок. Задумайтесь. Вы педагоги или вы повзрослевшие дети? Вам нужно быть всегда вот такими детьми в душе и эмоционально реагировать на все их тоже эмоциональные какие-то всплески. Вот так, если можно назвать. Вот. Поэтому, о чем мы еще хотели поговорить, скажите мне, пишите вопросы. Вы бы тоже ходили на мои позитивные уроки. Дякую, очень дякую. Что-то я вам еще хотела рассказать, так и цикавое. Ага, онлайн, да, какие-то вопросы есть по онлайн, по нашим вот этим вопросам, что-то у меня не прокручивается. Вот, все, вижу. Фея радости. Дуждякую. Дуждякую. Так. Отлично. Пока вопросы можете писать, какие вам интересны. Что я еще хотела вам сказать. О чем рассказать. Про онлайн рассказала, про эмоции рассказала. Могу рассказать про карточки. Карточку, да. Что, какие задачи я ставила, издавая криточки. Ну, во-первых, чтобы они были монаразовыми. Я, спасибо, чудово. Я, на самом деле, уже устала печатать нотные станы, перечатывать, печатать. И каждый урок мне нужен там нотный стандарт. А дети, они что-то не тут делали? У них трагедия. Все, а я не то, дайте еще. И в связи с этим пришла мысль даже вот пропечатать несколько, вот видно, отсвечивать. Две страницы вот такого пустого нотного стана. Как мы с ним работаем? Дети, когда маленькие, ну вот 3-4-5 лет, да, вот 2-х лет, они эти маляки рисуют. Я там даже им не даю, не всегда, ну даю, конечно, покаляки. Не всегда даю маркер, потому что раскалякивается все, все, что можно. А уже там 4-5 лет мы учим какой-то, например, нотку ре. В нотке ре у нас, сейчас отсвечивает, да, вот, поймала. Нет, не поймала. Отсвечивает сильно, я вижу. О, в нотке ре у нас комбинируется длительность. Сейчас, короткая, я не вижу. Короткая, короткая, длинная, короткая, короткая, длинная. Мы вначале так и поем, мы не поем следы или поем ноты. Мы поем короткая, короткая, длинная, и всем все ясно. Короткая, короткая, длинная, короткая, короткая, длинная. Могу на примере показать. Вот, например, вот эта нотка ре. Комбинируется след большой и след маленький, черненький и беленький. И у нас на этой нотке рекс. И каждый вот герой даже ноты со своим эмоциональным состоянием, например, вот если видно сейчас, нотка Ре у нас ревет, ревет, она же бредина, ревет, у нас так еще проскакивает Ре везде. Она у нас бредина, ревет, и поэтому она у нас плачущая, то есть у нас такие еще в карточках немножко затронут эмоциональный интеллект, потому что ми у нас сонная, фа у нас воинственная, ля вообще, лягушонок вуаля, у нас француз такой пробегал. Ну, на самом деле это автобиографические карточки. Карточки нужны каждому или можно использовать только учителю, это или если группа из 8 человек. Так, про карточки хотелось бы больше, вы их делаете сами, сколько дети уроки. На уроке у меня до 8 детей, то есть максимум 8. У себя у меня, конечно же, карточки на каждого ребенка, то есть у меня 8 комплектов, все берут карточку вот со сказкой, да, например, все читаем, сейчас плохо видно, сейчас, о, то есть я же говорю, у меня на каждой карточке начинается все с геолокации ноты Ре, да. Под первой линейкой живет нотка Ре, ревет, ревет, как ребенок, или на все слова, где Ре или Ре, не буду пюре, ну и так далее. И получается, когда они выучили стишок, мы переворачиваем, смотрим, где короткие длинные, и то это не за один урок, то есть они на быстро смена деятельности. То есть мы можем просто проиграть этот, выучить стишок и проиграть. На следующий урок мы прохлопали эту песню и, например, пописали. Потом у меня пришла мысль, им нужно постарение, постоянно повторять, 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 они их не любят. Но что мы делаем? Я оставлю фишечки, можно взять пуговички, все что угодно, и мы выкладываем опять то же самое. Черненькие, беленькие, фишечками выложили ритмические рисунки. Как повтор, но не означает. Следующий момент, кто постарше, там уже пятилетки, а теперь вот этот ритмический рисунок, а ну-ка выложи на пустом нотном стане. То есть вроде повторение, а вроде новое, да, не. То есть постоянно делаем из одного повторения разные конфигурации. О, класс, у нас уже есть украинские переводы русской, русской переводки. Здорово. Какая нотка соль? Солнышко. К сожалению, не нашла подходящий, прям чтоб соль, сольфейджио, но это абстракция непонятная. И по поводу украинских карточек, да, я их делаю сама, ну как, в типографии мне их печатают, чтобы они были многоразовые, и надолго их хватало. То есть дети начинают писать, потом вытирают, а ну, в принципе, кстати, еще есть такая карточка, соедини героя и его инструмент. То есть мы вспоминаем, на чем играла Бабубейка, например, Бабубейка играла на гитаре. Кот, Клайм, нет, играл, ой, кот, да, играл на гитаре. Рекс играл на гитаре. То есть они так соединяют маркер, потом вытирать. Кстати, можно прям пальцем вытирать, даже не видно. Я так для себя открытие сделала. Ничего, нам написали там, ну, просто. Пересмотрим, как красиво получилось. Ну, надо же как-то там будет, как-то так. Вот, и вот в такой у нас доме, где, снова не видно, свечет, где живут все нотки. Так вот, по поводу героев. С украинским вариантом возникли сложности. Какие? Я не могла долго подобрать героя, то есть слова, которые, ну, там, парасолька, да, у нас на нотке соль. Но нотка си, в русском варианте у меня синичка. А в украинском мне пришлось взять просто имя. Вот как рэк у меня в русском варианте. Солька, посолька. Классно. Но у нас парасолька получилось. В украинском варианте парасолька, а в русском солнышко. Почему еще так? Каждый герой еще на чем-то играет. То есть у него, да, вот эти инструменты. И мы, когда играем на синтезаторе, мы включаем звуки того инструмента, про который песенка. Там соль играет в солнышко. На колокольчике парасолька тоже, звук колокольчика это дощик. Вот, поэтому эмоциональный вот интеллект у каждой нотки есть. Инструмент у каждой нотки есть. И получается они, вот каждый, у него каждый характер свой. А по поводу, опять, прогулок украинского варианта. Перевод. Спасибо большое Наталке Демидовой. Она член ассоциации поэтов. Она помогала переводить. Практически все сама перевела. Мы только подстраивали, чтобы это было в ритме в том. То есть в определенном ритме нужно было построить украинский текст. И вот сложности в некоторых словах, которые должны были быть понятны ребенку. То есть было много слов украинских. Там на нотку С, например. Ми у нас месяц. И месяц там, изразумило, так. Ми знают, что-таки месяц. И все знают, что-таки думивка. И рекс, персекрекса, насколько-то появился. Потому что рекс, треба было бы, чтобы было зрозумитое и какое-то понятие это дитинство. Поэтому некоторые слова у нас. И вуаля. Чому вуаля? Потому что, по большому счету, карточки автобиографичны. Почему? Потому что, понятно, бабубийка и кот кларнет, я уже сказала. Бабубийка – это я, кот кларнет – это мой муж. В первом стишке у нас кот играет на кларнете «Бабубийка на рояле». В доме нотки веселились, танцевали, веселились, до-до-до-до же так играли, до-до-до-до на рояле. То есть тут еще и ритмическая ритмика затягивается, они постоянно туда-до-до-до-до тренируются. И вуаля, почему? Потому что я обожаю французский язык, я пою по-французски, у меня еще один проект, это для взрослых проект, французский ретро-концерт «История любви». Но там я чуть-чуть отклонилась от темы, так прорекламировалась неизначально, я пою по-французски еще. Вот, поэтому такая карточки автобиографичные, уже вуаля у нас танцуз. Ми у нас с Мишкой играет на саксофоне, а у меня младший сын третий, который Мишка, поэтому, а он ему очень нравится саксофон, он дует, кстати, ему сейчас 5 лет, он в горн так дует. Я сама в шоке, я не могу быть, да, то есть все вот эти духовые, это не для меня, а он так раз, и все, что он думает. Вот, дети, конечно же, музыкальные, куда им деваться? Так, с такой мамой. Не то, что я их там что-то заставляю, нет, они просто в этой среде, они постоянно с нами на концертах, первые концерты у нас проходили, вот эти малышовые, как Моцарта, и они там полуперезали, понятно, там перед подписьмотром, там бабушек, дедушек, вот, когда уже становилось скучно, там, я помню, Маша залезала мне на руки, и я продолжала играть с Машей на руках на концерте, прямо на концерте. Мне же, мне благо, это такой адаптированный концерт, так сказать, домашняя постановка, все это, все прекрасно понимали, потому что такие же карапузы бегали рядом. То есть концерт не был сорван, было просто, наоборот, всем интересно, чем это закончится, как села и продолжаю играть. Играла я даже с кузом, ну, 9-го месяца, пока уже руки не как было поставить, потому что кузов не шел. Вот, поэтому у нас беспрерывный процесс был от одного декрета, к другому, к третьему, и сейчас он меня, можно даже сказать, прет, потому что я засидела сильно в декретах, я нигде не могла не выехать, нигде не участвовала, ни в каких-либо семинарах, никуда не могла поехать, я могла только сидеть в интернете и смотреть, как это все классно происходит где-то. Вот, и сидела в интернете больше. Сейчас, кстати, очень классная возможность. Столько новых знакомств появилось, такой, благодаря Кларантину, очень много находилась, людей, друзей, вот с Олей и Шосток мы нашлись, да, то есть, казалось бы, вроде друг друга, сколько лет знаем, вместе учились. Познакомилась с девчонкой из Германии, она увидела мои карточки и вот так зацепилась, зацепилась, она поделилась своей информацией, своим опытом, как у нее происходит. У нее, кстати, очень классная кукла, я забыла показать, мы на концерты ходим, такие монстры, у нас такая кукла Моцар, привет, всем привет. А на занятиях, музыкальное озвучивание, у нас Бабубийка, сейчас я вас прикрую, Бабубийка, все спрашивают, почему Бибийка. Вот, так вот, Моцар, а у девчонки из Германии, кукла с хорошо открывающимся ротом, это, кстати, очень хороший такой, вот, демонстративный материал для логопедической ритмики, это хорошо на дорогах открывать, когда петь, а не очень здорово повторять, они видят открытый такой рот и сами начинают повторять, открывать рот, что такое нет трансляции. Так, скажите, есть ли все нормально? Все ли видно? Написано, нет трансляции. Напишите плюсик, все ли нормально, слышно ли меня, видно ли меня. У меня пишет, что все идет, все нормально. Вот, так вот, у девчонки такая кукла, открывающимся ртом, у нее еще руки с настоящей перчаткой. И она просовывает вторую руку, она прям в перчатку, и как будто вот эта рука начинает играть. Просто бомба, я просто тоже так... Отлично, все, хорошо, спасибо. Отличная идея, я прям загорелась так, думаю, как это делать, чтобы меня Моцарт заиграл? Руки шить, что ли, перевязать? Ну, то есть, отличная возможность сейчас получать новые идеи какие-то, удаляться, пробовать, и вот это моя коронная фраза, давайте попробуем. Вот, все, окей, супер, класс. Скажу, кто такая бабубик, все спрашивают, кого-то пугает бабубика, кого там надо бить, какую бабу, ничего подобного. Это моя кличка в консерватории, ну, правда, ее знают те, кто живет в общежитии консерваторском. Я очень любила Челентана слушать, всю консерваторию прослушала Челентана. А у него есть такая песня, Камера Вентуна, 21, и такие слова очень созвучные. Ну, нет, потому что он пишется по-другому, и он поет такой, ко мне пришли девчонки из общежития, а там у меня играет музыка, и Челентана поет. На Камера Вентуна, и Леська Бабубия. Девчонки, о, Леська, так ты Бабубия. Вот с тех пор я уже лет 20, как Бабубия, ну, а Бабубийка – это моя дотя, наверное. И так и пошло Бабубия, Бабубийка. Вот откуда Бабубия. Это был неспроста. Вот такая история с карточками. Если есть какие-то вопросы, у меня есть инструкция на YouTube-канале, как я провожу занятия по карточкам, я стала писать уроки, видеоуроки по этим карточкам. То есть, как я, как Бабубийка, муж, как кот-клорнет, и сын, как нужно делать вот это все дома. То есть, непосредственно эти карточки предназначались и печатались для того, чтобы мамы без музыкального образования могли запросто поставить видеоурок, там буквально 5-7 минутный, достаточно головой, потому что дети больше не усидят. И по карточкам, то есть, они как бы общаются со мной по телевизору, да, там я спрашиваю, привет, как тебя зовут, делаю паузу, но вот как бы жду, он скажет, как его зовут, отвечаю. То есть, ребенок думает, что он общается с телевизором, со мной, вернее, думаю, что я выслушаю, и мы как бы так переговариваемся. Так, их можно предбатить, там, да, я скину под этим видео ссылку на YouTube-канал, там, где есть первые два урока, продаю материалы, да, мне необходимо их печатать, конечно, и плюс я плачу видеооператору, который мне снимает видеоуроки. И на самом деле, вот, карточки уже вышли в печать, и перед карантином вышла украинская версия карточек, и я успела, как сказать, их доделать, дизайнером, киевским дизайнером, кстати, девочка, она очень здорово, что мне все это прорисовала. И вот единственная сейчас проблема, стали, как бы, стала работа над видеоуроками, поэтому их пока только два, в процессе еще 26. Чуть-чуть осталось, но я не отчаиваюсь, все у нас впереди, карантин когда-нибудь закончится, но я уже договорилась, могу не писать чуть-чуть, уже стали слабее, так сказать, ну, не то, что условия карантина, но все уже немножко начинают выходить из дому, и там цена зависит от комплектации. Я вам скину всю ссылочку потом ниже после этого видео, вы все почитаете, что там входит, что не входит, там число, там клависы, и фишечки, и маркер, и кто-то просит, а можно мне два комплекта клавис, например, там двое детей, да, то есть все по отдельности можно, и плюс еще те же видеоуроки. И фонограммы, кстати, а я же так хотела, да, я поставила, я уже не помню. У нас про фонуре, например, есть, когда мы... Ре изучали, я, по-моему, да, сказала, что поставлю фонограмму, и так и не поставила. Вот, например, каре. Ре, там, ре, ра, надел, под гитару запел, Ре, 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 не скучай, ре, 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 подпевай. Вот такая песенка незамысловатая, и они ее сначала в маракасе заиграли, мексиканские у нас, да, рэ, в сомбреро на гитаре, и они эту песенку так могут и под фонограммы тоже и дома играть. Есть плюсовочка фонограммы, сыгранная на инструменте плюсовка, и спетая, спетая мной напетая. То есть те, кто учатся, то есть могут это все петь одновременно. Так, можно, можно, все можно. В мессенджере обращайтесь, я всем все сброшу, материалы, и ссылочку обязательно сброшу, здесь будете знакомиться с видеоуроками и с инструкцией к карточкам, все сброшу, знакомиться. Так, что еще хотела? Да, на украинском, к сожалению, пока еще нет видеоуроков, но все это в процессе пишется, то есть будет писаться, продолжаться. Я же говорю, сейчас немножко ослаб, так сказать, паникал на корабле, когда вы говорили, зачем зима заложать, в какие условия, в какие нас поставили, выкручиваемся, как можем. Слава богу, у меня дети сейчас не забежали. Я, правда, закрылась у них, посмотрите, а не с папой, нормально. Вот, поэтому я вам всем желаю не терять, так сказать, позитив, везде искать, вернее, даже позитив, а все, что делается к лучшему. Ну, карантин, значит, надо новые песни писать. Карантин, значит, нужно освадивать онлайн-роки, продолжать заниматься, чтобы не потерять, ну, просто вот этот контакт с детками, потому что многие мамы говорят, ну, как-то начинают они все забывать, отвыкать, я говорю, ну, так в том дело, не забывайте, не отвыкайте, подключайтесь. Вот, тот, кто ходил, они так немножко насторожны, как они будут сидеть, вы для компьютера, я говорю, подключайтесь, увидите, то есть контакт постоянный, плюс смена деятельности, меняйте постоянно видео, аудио, делайте, попойте, делайте пальчику и бнастику, тут потанцевали, я вижу, что они там, например, мы выучили новую какую-то песню. Сначала недели две, кстати, недели две мы ничего нового я не давала, мы повторяли все старое, чтобы для них это было таким плавным переходом на такой формат, и для них не было еще какие-то новые, новый материал, я, конечно же, стараюсь каждому дать что-то новое, то есть элемент какой-то, что у нас там, мы про скрипочку учили, вот на прошлом году скрипочку, я вот сделала такую скрипочку, мы все по скрипочке, там видео поставили, загадку поставили, спасибо большое на отзыв, так приятно. Вот, и когда смена деятельности происходит, конечно же, хочется новое, посчитайте, сколько человек играет четыре, например, птички, а я этот вопрос им задаю пост, как они посмотрели, они такие, раз, так, а сколько же там играло птичек на этой скрипке, да, вот, то есть постоянно какие-то придумывалки, придумываем на риту, и раньше я переживала, знаете, потому что я мало ставлю нового, то есть даю нового, да, мы часто повторяем, нет, все нормально, надо повторять, и вот эту границу, грань, надо установить, сколько нового, сколько старого, сколько полагать, а сколько, в какой дозе давать нового материала, а сейчас онлайн это более актуально, потому что для них этот переход, для них уже такой немножко сначала был стресс, сейчас они уже попривызли, мы уже недели две так усиленно занимаемся, уже новые песни даю по чуть-чуть так внедряю, дякую, 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 внедряем новые песни и обязательно повторяем старые, и обязательно смена деятельности. Раньше в офлайне мы делали это так, зонами, да, в той зоне мы танцуем, там мы подписали, там мы посмотрели видео, то есть мы обязательно передвигались по пространству, а в онлайн надо двигаться виртуально, по большому счету, то есть мы тут побегали, тут попрыгали, а теперь мы сейчас попоем песенку, и они смотрят, например, эту песенку на видео. Спасибо большое, спасибо, отзывы замечательные, спасибо. Поэтому желаю вам не останавливаться ни в коем случае, это большой опыт, это большие возможности, новые знания, у меня начали появляться ученики других городов, хотя я не практиковала раньше, у меня как бы не было такой мысли, как-то я даже не знаю об этом, поэтому все хорошо, продолжаем дальше, не отчаивайтесь, карантин когда-нибудь закончится, а у вас появится новое знание, опыт, и новые друзья, конечно. Давайте, друзья. Ну что, я буду заканчивать, скоро у меня дунет, желаю вам, командир, конечно же, в первую очередь, я уже слышу своих подходящих детей, так, издалека буду встречаться, держитесь, все будет классно, пока-пока. Продолжение следует...